Практически каждый огородник уже попробовал подкормить свои посадки дрожжевой подкормкой, при этом приговаривая, теперь будет расти как на дрожжах. Некоторые говорят, что чудо так и не произошло, а растения выглядят угнетенными. В чем же может быть дело? Ведь действия дрожжевой подкормки сравнивают с эффектом от препарата Байкал М1. Справедливости ради надо сказать, что как и Байкал М1, дрожжевая подкормка не является истинным удобрением в обычном понимании этого слова. Нет в ней необходимых для роста веществ, таких как азот, кальций, калий и так далее. Поэтому если кроме дрожжевой подкормки мы больше ничего не используем, то у растений может возникнуть дефицит микро-макроэлементов и они будут подвержены различным заболеваниям. Но в то же время дрожжевые микроорганизмы могут извлекать полезные вещества из почвы и делать их легкоусвояемыми. А для этого эти вещества уже должны быть в почве, чтобы дрожжам было чем питаться, а значит первой подкормкой должно быть либо зеленое удобрение, либо кто-то делает это с помощью навоза, может быть скушенная трава и так далее, что-либо с хорошим минеральным составом. И тогда дрожжам действительно будет чем питаться и они усилят такую подкормку многократно. Выяснили первое условие для использования дрожжевой подкормки, она должна вноситься в уже удобренную землю. Второе. Необходимо правильно готовить дрожжевую подкормку и готовое средство должно иметь приятный дрожжевой запах. Это будет признаком того, что дрожжи живые. Если же средство приготовлено было давно, оно долго стояло на солнце, имеет резкий кислый запах, то от него будет больше вреда, чем пользы. Кроме всего прочего, оно еще будет закислять почву, а этого многие растения не любят. Третье условие. Вода для приготовления дрожжевой подкормки должна использоваться без хлора. Четвертое условие. Готовить дрожжевую подкормку нужно при температуре не ниже 10 градусов, для того, чтобы дрожжи работали. То же самое касается и использования дрожжевой подкормки. Удобрять почву необходимо в теплую погоду. Тогда действие дрожжей будет максимальным. Пятое условие. Очень важное. Поливать такой подкормкой можно только здоровые растения. Если у наших растений подгнившая корневая система, это очень часто случается в рассадный период, когда мы, заботясь о своих растениях, можем перелить их, и тогда может быть подгнивание корешков. Если мы все же решимся полить наши заболевшие растения дрожжевой подкормкой, то дрожжи займутся разложением корневой системы, потому что им все равно, чем питаться. Обязательно запомните это. Поливать дрожжевой подкормкой можно только абсолютно здоровые растения. Еще один немаловажный момент. В период брожения расходуются калий и некоторые другие микроэлементы. Поэтому после дрожжевой подкормки желательно использовать либо калийное удобрение, либо золу, которая восполнит недостаток этих микроэлементов. Подкормку необходимо производить по влажной земле. Это необходимо для жизнедеятельности дрожжей, которые размножаются именно во влажной среде. Дрожжевой раствор может готовиться от 3 до 7 дней. Все зависит от температуры окружающей среды. И использовать такую подкормку желательно не чаще одного раза в неделю. Поделитесь этой важной информацией со своими друзьями, чтобы и у них также был хороший урожай фруктов и овощей. Как готовить дрожжевую подкормку уже все знают. Сегодня я лишь поделилась тем, как удобрять свои растения, не навредить им. Ставьте жирный пальчик вверх, чтобы в вашем огороде все росло как на дрожжах. Подписывайтесь на новые видео. Всем хорошего урожая. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok